Мы познакомились с командами ветвления, они называются управляющими конструкциями языка bash, потому что они управляют ходом выполнения программы, когда она идет прямолинейно, а когда разветвляется. Однако это не единственные управляющие конструкции, есть еще конструкции циклы. Они полезны, когда мы хотим повторить похожее действие много раз. Например, создать много файлов с очень похожими именами. Давайте познакомимся с синтаксисом циклов в языке bash. Первый цикл, который мы изучим, называется for. Синтаксис у него следующий, for, переменная, in и список значений для этой переменной. Все действия записаны между инструкциями do и done. Они будут выполнены ровно столько раз, сколько значений мы указали в списке. В списке значений, кстати, значения нужно указывать через пробел. При этом, при каждом выполнении этих действий, переменная будет принимать следующее значение из списка значений. Есть еще две специальные инструкции, break и continue. Break прервет выполнение цикла, то есть, неважно, на каком значении сейчас переменная, мы перейдем сразу за инструкцию done и продолжим выполнение программы. Continue перейдет на следующее значение переменной. То есть, например, если мы в середине действий запишем continue, то мы вернемся к команде do, переменная примет значение следующее из списка, и мы продолжим выполнение сначала, а те команды, которые не дошли до done, выполнены не будут. Следующий цикл называется цикл while. Ему задается условие, наподобие того, как мы задавали условие в конструкции if. И дальше те же самые команды do и done и действия будут выполняться, пока условие будет истинно. Чтобы показать пример с while, добавим еще одну команду, она называется read и переменная. Она позволяет взаимодействовать с пользователем. read переменная будет ожидать ввода пользователя, и как только он введет код строку, нажмет enter, то эта строка запишется в переменную, и ее можно будет использовать в программе. Теперь давайте посмотрим примеры на for и на while в терминале. Первая программа, которую мы посмотрим, показывает возможность цикла for. В данном случае у нас переменную i будет записываться значение от единички до пятерки. В самом теле цикла, то есть между инструкциями do и done, мы создадим переменную file name, куда запишется файл, значение i.txt, проверим, существует ли такой файл. Если да, то инструкции continue перейдем в начало, то есть i присвоится новое значение, а команды ниже, if выполняться не будут. Если же такого файла нет, то мы напечатаем, что мы создаем такой файл, и собственно файл создадим. Давайте попробуем эту программу. Выполняем скрипт. Он создал нам пять файлов. Проверим это. Действительно все файлы есть. Теперь можно удалить часть из файлов, например, файл 2 и файл 4, и запустить программу еще раз. Наш скрипт создал всего лишь два файла, потому что для всех остальных проверка показала, что они существуют, и мы при помощи continue перешли на следующую итерацию цикла, то есть на следующий этап пополнения этого цикла. Следующая программа, которую мы рассмотрим, показывает цикл while. Сначала создаем переменную и записываем в нее значение yes. Далее в while будем проверять, равно ли значение переменной again этому самому yes. В самом теле цикла мы спрашиваем, пользоваться ли ввести имя, здороваемся с ним, и спрашиваем, хочет ли он продолжить. Если он введет yes, то while выполняет проверку, она опять окажется правдивой, и мы продолжим выполнение. Если же он введет no, то выполнение цикла закончится, потому что условие будет неверным. Естественно, в while также можно применить continue break, но в этом примере их нет. Давайте запустим. Выполняем скрипт, и он просит нас ввести имя. Я ввожу некоторую строчку, он спрашивает, хочу ли я продолжить. Я ввожу yes, и теперь могу ввести другое имя, или, например, несколько слов. Они все будут приняты как одна строчка. Теперь я могу ввести no, но на самом деле я могу ввести все, что угодно, кроме yes. В любом случае будет завершаем, потому что while проверяют только на равенство переменной gain именно строчки yes. На этом занятии мы изучили управляющие конструкции языка bash, ветвление и циклы. Эти конструкции позволяют писать довольно сложные программы на этом языке. Надеюсь, вы с ними разберетесь, и сможете запросто решить все задачи, которые мы предложили. А внимательные слушатели могли заметить, что изображение экрана в этих видео отличалось от того, что было на предыдущих занятиях. Дело в том, что раньше у нас в студии был установлен Mac, и я показывал все примеры в виртуальной машине. Однако, Mac не выдержал нагрузки, и теперь мы установили себе Linux.